Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Натальи Юсуповой в начале выпуска. Открытое небо и свободный полет. Кахун принимает Кубок Мира по авиамодельному спорту. В Рео главы Кабардино-Балкарской республики Юрий Коков накануне открыл движение по новому автомобильному мосту и 20-километровому участку новой дороги через селение Нижний и Верхний Куркужин Баксанского района. Об этом сообщили в пресс-службе руководителей республики. С подробностями мой коллега Станислав Сердюков. В торжествах приняли участие члены правительства КБР, руководители строительной компании IBC Промстрой, ветераны войны и труда, практически все жители обоих населенных пунктов. Для них это особенный день. В 1982 году переправу смыло водой. И с тех пор 60 дворов, расположенных на левом берегу, оказались отрезанными от основной части села. Отчаявшись получить поддержку властей, куркужинцы сами на свои средства пытались решить проблему, но не смогли. Все эти годы они вынуждены были на себе переносить с берега на берег немалые тяжести. 13 февраля этого года в ходе посещения Юрием Коковым школ села, местные жители обратились к нему с просьбой помочь с мостом. Тогда мало кто верил, что пройдет всего два месяца и новый мост станет реальностью. Сегодня 102-летний ветеран войны Нашир Пшихачев не смог остаться дома, как и 65-летняя Рая Дударова, уже переставшая надеяться на возможность перемен к лучшему. Я не могу остаться дома, как и 65-летняя Рая Дударова, уже переставшая надеяться на возможность перемен к лучшему. Мы построили, уникально построили, высочайшего качества построили. Огромность последователей. Обращаясь к собравшимся, Юрий Коков поблагодарил компанию IBC PromStroy, взявшую на себя возведение объекта. Сегодня часто я слышу, что бизнес прижимают, бизнес прессуют. Когда это идет прозрачно, понятно, на понятных условиях, это и есть государственно-частное партнерство во благо народа, во благо людей, которые на нас надеются. В своем выступлении руководитель IBC PromStroy Виктор Попович отметил, что около 20% всех прибылей идет на социальные нужды и поддержку людей. Строительный бизнес республики и бизнес в целом готов, заявил Попович, продолжить сотрудничество в реализации поставленных руководством республики задач. Пресс в бизнес-плане планирует до 15% прибыли на общественные работы, спонсорство и оказание помощи населению. Абсолютное большинство республики, 100% строительный бизнес и другой, привез в ваше возвращение домой. Спасибо. И то, что вы согласились взять эту работу, тяжелую работу на себя. В тот же день Юрий Куков посетил в селении Верхний Куркужин детскую школу искусств имени Мухаммеда Кипова, празднующую 10-летний юбилей, и соревнования по рукопашному бою, посвященные этой дате. Во время первого знакомства с этим учебным заведением в феврале 2014-го оно нуждалось буквально во всем. Его директор Рита Кужева говорила о том, что ее талантливые ученики, являющиеся лауреатами многих республиканских и общероссийских конкурсов, не имеют самого необходимого – от пластилина до ниток для вышивания. Сегодня дела обстоят иначе. Рита Кужева продемонстрировала в Рио главы КБР обновленные мастерские, где занимаются дети, выставку их работ. Число воспитанников со 160 увеличилось до 300. Юрий Александрович, низкий вам поклон. С вашим приездом очень многое в селе, очень многое в сердцах наших сельчан изменилось. Спасибо вам. Хочется, чтобы таких школ было больше и в районе, и в республике, поскольку они позволяют подрастающему поколению правильно развиваться, сказал Юрий Коков, обращаясь к педагогам, учащимся и их родителям. Он отдал должное усилиям директора школы, основавшей ее буквально с нуля, энтузиазму педагогов, часть которых приезжает из Нальчика. Этот труд, добавил в Рио главы КБР, никогда не пропадет, а ребята, думаю, еще не раз заявят о себе в масштабах страны. В завершении поездки Юрий Коков осмотрел пристройку к зданию школы, где в ближайшее время должны быть созданы надлежащие санитарно-гигиенические условия для детей. Станислав Сердюков при содействии пресс-службы в Рио главы и правительства Кабардино-Балкарии. Сегодня в Нальчик с рабочим визитом прибыл архиепископ Пятигорский черкесский феофилакт. Он посетил церковь Семена Столпника. В преддверии светлого праздника Пасхи владыка традиционно ездит по приходам епархии и встречается с прихожанами. До начала службы он рассказал о целях визита в Кабардино-Балкарию. Этот визит связан с двумя обстоятельствами. Первое – поддержать народ Божий в своем ожидании подготовки к Пасхе и вместе помолиться перед торжеством Пасхи. И еще одно ожидание, которое сегодня я внушаю в этот день – это встреча с руководителем нашей республики, с тем, чтобы поговорить о совместной деятельности, которую мы осуществляем с традиционными религиозными конфессиями на территории республики. Очень надеюсь, что эта дружеская встреча станет еще одним важным и ощутимым шагом для достижения и конфессионального, и социального мира в нашей республике. В первой половине дня владыка Феофилакт провел в храме Семена Столпника божественную литургию и пообщался с верующими. Более 30 тысяч выявленных правонарушений только за последний месяц – таков результат работы ситуационного центра «Безопасная республика». Данные сегодня озвучили в пресс-службе Минтранса. Центр, напомню, открылся в мае прошлого года. Тогда в тестовом режиме было установлено 16 камер. На данный момент по городу рассредоточено более 160. Наблюдения ведут круглосуточно. В каждой смене три человека – два сотрудника МВД и представитель центра автоматической фиксации административных правонарушений. У нас камеры ведут запись в местах рассматривания людей. Это у нас площади по городу Мальчику. Детская больница. Республиканская клиническая больница. В этом направлении был зафиксирован несанкционированный митинг на площади Согласия. Было одно такое нарушение. Практика показывает, там, где есть камеры, количество инцидентов идет на спад. В ближайшее время предполагается монтаж еще 17-ти. На территории государственного концертного зала и второго автовокзала. Сегодня в Кабардино-Балкарии, как и по всему Северокавказскому округу, начались командно-штабные учения МЧС. Их цель – выяснить, насколько слаженно действуют силы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отработка, взаимодействие всех подразделений, сбор и передача информации о ЧС, организация аварийно-спасательных работ. Задач поставлено несколько. Основные задачи этого учения заключаются в том, чтобы аэромобильные группировки всех подразделений МЧС России на территории всех субъектов Российской Федерации смогли вовремя собраться, поместиться на авиационное транспортное средство и убыть к месту чрезвычайной ситуации на территории всей Российской Федерации. В том числе есть сегодня на территории республики 62 человека, готовые к убытию в любой район чрезвычайной ситуации. За два дня командование учений разыграет два сценария – паводки в населенных пунктах и крупномасштабные пожары. Действия разворачиваются в полевых условиях. Уже проведены операции по спасению утопающих на горных реках. Ну а в окрестностях села Кахун в эти дни проходит этап Кубка мира по авиамодельному спорту. В состязаниях участвуют планеристы из разных регионов России, в том числе Крыма, а также из Казахстана. О воздушных баталиях наш спецкор Заур Гидуев. Для нас, авиамоделистов, Кахун как байконур для космонавтов, признается Олег Бурдов из Казани. Сюда приезжает аж с 1977 года и каждый раз с большим удовольствием. На этот раз он в соревнованиях не участвует, а судит. Очень хорошая организация здесь. Все и власти хорошо помогают. И моделисты здесь хорошие, сильные. И традиционные. А погода, ну это просто всегда здесь тоже хорошая. Артем Бабенко из Феодосии подавал заявку как гражданин Украины. В итоге в Кабаринобалкарию прибыл как россиянин. Сожалеет, что нет рядом бывших партнеров по сборной и считает, что это временное явление. Политика не должна влиять на спорт. Это разные галактики. Тем более для них, как и для меня, это поле стало уже родным. Подчеркивает Артем. Его уже давно прославили, эти поля. Тем более моделисты. Когда говорят, мальчик, нарткала, все сразу задумываются так, все дела по боку едем. В этом году тон задают молодые. Так в классе моделей планеров F1A 17-летний Михаил Ломов сумел обойти всех именитых авиамоделистов. Просто удачно поймал попутный ветер. Скромничает победитель этапа Кубка мира. Как удалось выяснить, Ломовы – целая авиамодельная династия. Николаю – чемпион мира и России. Павел выиграл континентальный кубок. Не отстает от них и Михаил. Это было для меня очень сложно, поскольку в наш планерный день модели уносились очень далеко. И в каждом туре приходилось примерно по полтора километра ходить за моделью. Запустить планер в воздух – это целое искусство. Роль играет каждая мелочь. Чтобы он парил в небе как можно дольше, модель должна быть усовершенствованной, а спортсмен – технически подкованным. Надо еще и угадать направление ветра. Выигрывает тот, у кого все сопутствующие обстоятельства сложились более удачно. Впереди финал. Нужно определить победителя в классе таймерных моделей. Если погода не подведет, сегодня этап Кубка мира завершится. И послезавтра стартует уже чемпионат России. У спортсменов будет день, чтобы доработать свои планеры и немного отдохнуть. Заур Гидуев, Азамат Табуха, Вести, Кабадрина, Балкария. Сельским школам в этом году выделят 1 миллиард 800 миллионов рублей на ремонт и оборудование спортзалов. Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев, сообщает сегодня российская газета. Деньги на условиях софинансирования пойдут во все регионы. Их планируется потратить на перепрофилирование аудитории под спортзалы, приобретение инвентаря, строительство уличных площадок. Кабардино-Балкария получит более 21 миллиона рублей. По сведениям издания, уже разработаны экономичные проекты реконструкции. Они предусматривают установку раздевалок, замену освещения, специальное покрытие для пола и стен, чтобы исключить травмы. Всего же по стране около 30 тысяч школ в сельской местности. Четверть из них не имеет собственных спортзалов. Сохранить и увеличить популяцию редких птиц, тенденцию к резкому сокращению количества фазанов. В заказнике Гедуко ученые отметили около пяти лет назад. Сегодня специалисты констатируют, остановить губительный процесс удалось благодаря созданному здесь фазанарию. Только этой осенью на воле из питомника планируют выпустить около шести сотен особей. Репортаж нашего специального корреспондента Сафара Гириева. Птица с берегов Фазиса – это птица богов. Так говорил о ней великий Александр Дюма. Правда, он имел в виду чисто кулинарные качества этого фазана. Завезенный по легенде аргонавтами из древней колхиды в Грецию, он быстро освоил Средиземноморье. А потом уже в Римской империи его успешно разводили в неволе. И в наши дни фазан является объектом искусственного дичесодержания. Но здесь в Гедуко, как сами видите, он вполне естественное, к тому же очень необходимое дополнение к местной природной среде. Фазанов здесь за рекой Баксан издавна было великое множество. Потому и местность назвали Гедука, в переводе с кабардинского – куриная балка. Однако в последнее время популяция этих птиц стала стремительно сокращаться. Способствовали этому неконтролируемая охота, раскорчевка лесов и осушение болот. Чтобы остановить этот процесс, около пяти лет назад на территории заказника Гедука создали опытно-воспроизводственные фазанарии. Вот этот вид в данный момент – это наше кавказское, астраханское, кавказское считается. Они чисто диетическое мясо у них. Они в наших краях хорошо и по погодным условиям подходят, и хорошо они адаптировались. Мы их здесь размножаем. У нас тут фазанарий более тысячи штук. Здесь у нас сейчас в данный момент скоро яйца уже только-только начинают по погоде нести. Инкубатор мы заваживаем, птенчика выводим. Птенцы вылупляются на 25-30 день. Первые три недели их держат в инкубаторе и только потом переводят в вольер. Условия содержания максимально приближены к естественным. Площадки засеяны сорняками и кустарниками. При этом квартира у каждой птичьей пары отдельная. Если на воле самцы фазана, как правило, имеют целый гарем и переходят от одной семьи к другой, то здесь вынуждены охранять верность подсаженной подруге. По крайней мере до того момента, когда их выпустят в естественные условия. А для этого надо набраться сил. Кстати, аппетит у фазанов скромный. Обычная курица ест в четыре раза больше. В рацион входят кукуруза, пшеница, чмень и специальные добавки. Для этого носа тоже является корм. Уже с банкового роста начинают специальные корма. Там идут и добавки. В прошлом году из фазанария на воле выпустили почти полтысячи птиц. Этой осени в самостоятельную жизнь рассчитывают отправить на сотни больше. К этому времени птенцы станут на крыло. Летают они плохо, только на короткие расстояния. И потому для хищников является легкой добычей. Чтобы уберечь их хотя бы отчасти, работники хозяйства выставляют ловушки на лис, енотов и собак. Результат уже есть. Популяция, по словам егерей, в Гедуко выросла. О полном восстановлении, конечно, речь пока не идет. Но обнадеживает то, что выращенные в валерах фазаны размножаются в естественных условиях. Одна осебь два-три раза в год выводит от шести до двенадцати птенцов. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести, Кабардино-Балкария. Это вся информация к настоящему часу. Следующий наш выпуск выйдет в эфир в 17.10. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА